Всем привет! Сегодня мне приспичило картошка с мясом. Знаю, у меня мясо есть в морозилке, представляете? Достала я из морозилки сегодня мясо, но картошки то я хочу сегодня. Кусок мяса, тут мясо свинина у меня на кости, короче. Воно мороженое. Ой, решила я выйти из положения другим способом. Замясть мяса буду использовать у меня есть тушенка, две такие разные баночки, короче, так что картошка у меня сегодня будет с тушенкой, по-быстрому. Тушенка, яка была предназначена у меня на черный день, потому что, знаете, человек запасливый. Знаешь, что-то должно быть на черный день. Ну, сегодня она уйде, придется купить и поставить на место. А мясо, конечно, надо было вчера выложить, но вчера я не хотела. Картошки, вообще, думала, что буду готовить совсем другое. Теперь буду размораживаться стоять. Наверное, что-то приготовим завтра, потому что завтра я последний день дома буду, и мне надо будет наготовить мужу кушать. Так что мясо-то размораживается. Никакого рецепта нет, просто видео, так сказать, ни о чем. Я за вами просто балакаю. Как я просто буду готовить картошку в казанку. Я люблю картошку, яка готовится именно в казанку. Что-то она мне вкуснейшая, чем та картошка, яка приготовлена, например, в кастрюлю. Лук порезала на полукольца, мороженая морква у меня была натерта. Зараз я обжарю трошечки. Картошку я порезала такими-то брусочками, разными. Скину, трошечки тоже прожарю, а это все. Добавлю воды кипяченой, кипятка, и так протушу картошку. Когда картошка уже будет почти готова, добавлю готовую тушенку. Зеленушка, специи, сольки там все. Все, такой у нас сегодня будет обед по-быстрому. Раньше, знаете, по правде кажучи, я пыталась составлять вам меню на неделю. Сидела там, писала там, начинается понедельник, там, что я буду готовить. По правде кажучи, ни разу за свою жизнь я не продерживалась от своего меню. Пыталась, да, пыталась. Но у меня еще не получалось. Составлялась меню, например, ага, дивлюся, меню составлено, надо готовить. Кинуся, або я каких-то не маю продуктов, забыла их купить. Або времени не маю, потому что это долго готовится, мне надо что-то по-быстрому. Так что от этого я ушла. И готовлю, мне приспичило что-то сегодня. Все, и это я готовлю. По поводу того, я знаю, что много хозяев, которые, например, готовят кушать, спрашивая в своей семье, что готовят. Я нет. Я готовлю то, что я захотела, чтобы мне в голову, так сказать, стукнуло. Все мои любимые кушают то, что я приготовила. Нет, конечно, бывают такие дни, когда я так, спрашиваю. От действительно, знаете, бывает просто вылетись из головы, сидишь и думаешь, блин, ну что приготовить, что. Потом да, идешь и там спрашиваешь, ой, а что приготовить, а что-то вы посоветуете. Бывает, мне говорят, что приготовить это, и я иду готовить. А бывает, говорят, что приготовишь, мы тебя будем кушать. Так вот. Вот мне захотелось картошки. Так у нас сегодня будет картошка с тушенкой. По-быстрому. Лук с морковью уже трошечки прожарились. Жариться, но я их не жарю. Зараз скину картошку. И картошка тоже трошечки жарится. По-быстрому. Спытайте, то есть напишите, что я такими порциями готовлю. Потому что уже не раз мне не писали. Но дело в том, что я же стою на кухне сутками и не готовлю. Тем более, у меня есть муж. И женщины знают прекрасно, что мужчины кушают, кушают. Потому что, тем более, если еще и физически работают. Я готовлю это, чтобы нам было покушать на несколько раз. Обед, ужин даже и завтра. У нас нема такого, что, например, я сварила, что-то мы покушали. Мы это можем кушать и на второй день, даже и на третий день. Например, борщ я вообще не люблю, когда он только сваренный. Я люблю, когда он уже перекипяченный. Раза два, то есть три. Ну, суп, конечно, да. Суп есть, когда он только-только сваренный. Вообще, я супы поправить, кажется, я не люблю сильно. Так что, вот такие вот у нас дела. Так что, картошки мне хватает на два дня. Сегодня я хочу похвастаться перед вами. Видите, сколько полуфабрикатов мы с Мариной налипили. Налипили, когда у нас было время. Что мы делали? Ну, правда, с картошкой я дальше и подписала. Налипили мы вот эти вот один пакет такой. Вот, видите, тут четыре пакета. Подписала, что это картошка. Вот это, это у меня вареник из творога. Это я сказала, что это тот творог, который у меня не продавался прошлое лето. Я его ложила в морозильный ларь, замораживала. Ну, а потом решили это с Мариной налипить. Потому что творог лежит, а не всегда ждешь, витягнув. Пока оно размерзется, пока туда-сюда и вареник приходится налипить. Вот это мы решили заходиться, налипить вареник. На лето это тоже будет нам, как так сказать, помощь. Потому что я там работаю вот так, вы знаете, все прекрасно. Если не будет, когда варить. Пришли, прибегли по-быстрому. Зварили вареники, поїли сами. Сит и довольны. По поводу вареник. На Канаре есть, как я делаю тесто, именно для вареник. И знаете, что я вам скажу, что это тесто, очень хорошо именно для вареник, которые идут в заморозку. Вареник не лопаются. При длительном хранении в морозильной камере в тесте есть свойство, как лопаться. А вот именно вареник, налепленный из того тесто, которое я показывала, замечательно себя ведут. Тесто абсолютно не лопается. Так что могут храниться они очень-очень долго. Ну, сколько они у нас будут храниться, я не знаю, конечно. Ну, выразила, конечно, я на совесть. Сейчас я разрежу один пакетик. Покажу. Потом замотаем еще раз. Дивите. Лежать они у нас уже третья неделя пошла. Да, третья неделя. Тесто, которое было, так и есть. Воно вообще не потрескалось. Так что мой вам совет. Робить вареники именно для заморозки. Именно по тому рецепту, який я вам показала. Дуже, конечно, превосходно. Так что сидели, конечно, мы долго с малиною. Лепилися с ними. Ну, зато вийду нашу работу. Так, и все. И еще. Это уже в другом холодильнике в морозильной камере. Тут у нас заморожені, зроблені сирнички. Тоже у меня на каналі есть рецепт. По этому рецепту тоже я делаю заморозку. Сирники превосходно себя чувствуют. Тоже они не трескаются ниде, ничем. Потому что я вам всем советую. Дивіться. Такие сырнички у нас замечательные. Так что я сегодня хвастаюсь. Вот так вот мы работали с дуцией моей. Конечно, одна точка была у нас очень-очень болела, так сказать. Ну, зато... Так что напишите мне в коментариях. Кто-то з вас тоже занимается тем, чем занимались мы с Мариною. Это знаете, сколько мы лепили? Наверное, неделю сидели. Оце лепили. И то, это мы лепили. Мы же и варили, и кушали тоже. Потому что, когда лепили вареники, больше мы ничего не готовили. Налепили морозилку, оставили, покушали. Так что тут было бы немного больше вареников. Чего так долго лепили? Ну, во-первых, мы же не сидели и не лепили только одни вареники. Естественно, хозяйство. Никто не отменял работу. Ну, и были же тоже другие какие-то дела у нас. Марина и в школу с Егором. И дома что-то, и постирать, и помыть. Так что, ну, где-то неделю мы сидели тут. Дни в пять, это точно. Оце мы занимались такими делами. Так что, пишите в комментариях. Тоже кто-то так страдает, как это мы пострадали. Правда, кажучи, вот так, чтобы налепить вареники, знаете, вот именно приготовить их для семьи. Я это не люблю. Потому что с ними очень-очень долго. Мне лучше нажать миску пирожков, чем лепить вареники. Ну, а это так уже заходилися. Так что, переробили мы весь творог. Творога вообще морозил, и не как мы имеем, а не имеем. Сколько тут килограмм? Без поняття. Ну, килограмм двадцать, и это точно. Если не больше. Та больше, мне кажется. Килограмм где-то тридцать вареник. Ну, и сирників где-то килограмм, наверное, пятнадцать. Так что, вот такие вот. Мы молодцы, мы замечательно поработали. Так что, теперь будем уже с продуктами питания готовыми. Разморозились. То есть вареники я не размораживаю. Вода закипела прямо в кипяток. Морожені вареники кидаю. Сирники при жарке я тоже не разморожую. На медленном огне на сковородочке. Превосходно. Прожарюю. Это все на святе. Когда я жарю сирники, трешку на сковородке я не закрываю. Потом я их тушу. У меня тоже есть видео. Кому интересно подивиться, как я делаю сирники. Потому что там видео вышло, конечно, давно. Но в комментариях писали, что это не сирники, это тесто. Это все на святе. Нет. Муки тут грамочка. Тут в основном творог. Творог ощущается. И коли кушаешь цей сырник, ты чувствуешь, что ты кушаешь сырник. Именно с творогом. А на из теста. Так же. Вот так вот. Все. Похвасталась, похвасталась. Потому что Марина уже давно казала, мам, давай за себя не покажем, чем я с тобой целую неделю занималась. А я та, та, та. Ну, решила похвастаться сегодня. Вот так вот. Так что такие вот у нас делишки. Ну, пакетик этот пюх. Ух-ух. Здоровенько. Ну, и положили. Где поменьше, где побольше. Ну, разные. Тут пакеты я никогда не фасовала. Ну, примерно на глаз. Понимаете? Тут остатки, наверное. Что трошечки осталось. Не злипаются ни где, ни чего. При заморозке. Замораживались они в один слой у нас вилаживались. Простелялося обязательно на достички. Обязательно прострелять надо целлофановый мешочек. Раньше я присыпала достички мукою. Но. Вареники и сырники, они размяты. Як? Ставали такими водяными. Ну, естественно, тут же ж вода присутствует. Мука пливла, все це злипалося. Так что, дуже погано было. Ну, и теперь я на достичку застеляю именно пакетик. Ложу. И заморозочку положу. И заморозку. Так что, такие дела. Ничего не позлипалося. Все. Затру замечательно. Я довольна. Так, все. Быстренько ховаем. Потому что, потому что. Думали, избавиться от творога? Чтобы морозильную камеру освободить. Ну, в конечном результате. Оказалось, что теперь у меня морозильная камера забита. Потому что, вроде бы, творога меньше было. Все хорошо, плотно завязываем. Вот такой сегодня у меня получился скромный обед. Нашла я в себе в холодильнику. Варенки кусочек. Так что, в картошку я положила только баночку. Тушенки. И положила, порезала варенки. А баночка пішла в мене в заничку, так сказать, на черный день. Сделали бутербродики. Открили салат. Летний салат. И моносливки с плотной мякотью. Когда вы будете положить такие круглые помидоры, где мякоть мягкая, помидоры превратятся вас просто в кашицу. А так вот я положила сливки. Помидорчики. Все ціленькое. Вкус превосходный. Менять в том салате я вообще ничего не буду. Абсолютно. Ну, это этот салат, який мы открывали. Будем сейчас докушывать. Салат из морквы. Потертой на терку для корейской морковчи. Из кабачки. На взгляд, на взгляд, конечно, кажется, что тут морква и будто бы спагетти. На вкус салат идеальный. Тоже менять я тут ничего не буду. Абсолютно. Только одна единственная, что заместь белых кабачкев соусных я буду ложить цукини. Потому что, знаете, прекрасно, что цукини, они зеленые. И дадут такой темный цвет. И все. А салат вообще превосходный. По правде кажучи, кабачки я уже посеяла. И посадила все белые кабачки. Представляете? Просто были семена такие. Просто я забыла про цей салат, что именно надо будет цукини. Ну, посадим, конечно, хотя бы несколько кустиков. Вот именно для целого салата. А так салаты превосходные. Тоже есть рецепт на канале. Так что кому интересно, можете зайти и подавиться. Салаты превосходные. Шутой, шутой. У нас так и обед. Мы будем за раз обедать. Вам всем пока. И до новых встреч. Пока-пока. Продолжение следует.